Больший текст на любом расстоянии, и вдали, и вблизи. И всё это благодаря научным разработкам выдающегося учёного, офтальмолога Уильяма Горацио Бейтса. И уже 10 лет помогаю людям избавляться от очков и линз, исправлять близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие и оздоравливать глаза от глаукомы, катаракты, отслоения сетчатки и других проблем с глазами. Более 20 тысяч курсантов, тысячи положительных отзывов. Меня иногда спрашивают, надо ли верить в методику, которую применяешь. Давайте поговорим немножечко о силе веры. Недавно я смотрела научно-популярный фильм. В котором рассказывалось об одном научном эксперименте. Группа людей делали различные физические тренировки для усиления физической выносленности. То есть тренировали в спортзале. А один человек не тренировался. Но на его мозг, подсознание, воздействовали с целью дать ему ощущение, что он якобы тоже тренирует тело. В результате, при контрольной проверке, его тело оказалось таким же тренированным, если не более, как и у группы людей, тренируемых реально в спортзале. А теперь вам вопрос. Вы верите в чудеса? Напишите в чате. Если вы верите в чудо. Заодно я посмотрю, как вы меня слышите. Хорошо ли вы меня верите? Хорошо ли слышите? Если все нормально, десяточку ставим. К тому же, если вы верите, то пишем «Да, я верю в чудо». А потом еще вам расскажу, почему именно надо написать «Да, я верю», если вы верите. Для тех из вас, кто верит в чудеса, я вам расскажу об одном чуде, которое произошло со слепой женщиной в XVIII веке во Франции, в городе Лурди. Пару месяцев назад в этом городе праздновался очередной юбилей этого чудесного исцеляющего источника. К нему предпринимают паломничества, страждущие со всего мира, за обретением здоровья. Сто лет назад здесь обрела зрение некая госпожа Виры. Она была полностью слепая, и когда промыла глаза водой, воскликнула «Я вижу». Врачи обследовали ее. Да, она видела. Полностью слепыми глазами. Через месяц опять обследовали. Врачи поразились. Глаза вновь стали зрячими, восстановив способность видеть. Тогда все посчитали, что именно сила веры дала этой женщине прозрение. А вот доктор Бейтс впервые нашел этому чуду еще и научное подтверждение. Затем наука это также подтвердила. Так что же доказал Бейтс? А что наша зрительная система – самовосстанавливающийся орган, сетчатка, от которой и зависит наше зрение, постоянно растет, как кожа или хвост у ящерицы. А теперь еще вопрос для тех, кто верит в чудеса самоисселения. Если вам предсказатель скажет, выиграете в лотерею, вы поверите? Возможно. Второй вопрос. А ваша вера поможет вам выиграть в лотерею, если у вас не будет лотерейного билета? Логика вам подсказывает, что что-то, если что-то сбылось, для того чтобы… Надо вначале что-то сделать. Правда? Вот госпожа из Франции предприняла многодневное паломничество, а мои курсанты воспользовались методикой, которую я им предоставила, и тоже прозревают. И сегодня у вас тоже есть хороший шанс избавиться от очков и хорошо видеть. Как говорится, невозможно спасти того, кто не хочет спастись. Сейчас я включу слайды, и мы продолжим наше занятие. Моя методика основывается на научно-фундаментальных разработках американского ученого, офтальмолога Уильяма Горацио Бейтса. Поставили в чате плюсики, или просто можно написать, кто знает об этой методике. Ставьте, пожалуйста, плюс «кто знает» и два плюсика, если кто-то уже использовал эту методику. Я заодно посмотрю, что же вы знаете об этом методе. Если мало, то я расскажу о нем гораздо больше. Мало людей, которые знают о методе. Хотя четыре человека, ну, тут я даже своих курсантов вижу, Елену, навсегда ходят на мои вебинары. Спасибо вам, Елена. Раз, два, три, пять человек. Да. Ну, единственное, что я хочу заметить сразу, что метод Бейтса, это совсем не гимнастика для глаз. Это терапия, тренировка зрения, которая восстанавливает уникальные возможности вашей зрительной системы. Видеть хорошо и вблизи, и вдали, одинаково двумя глазами. Очень часто так бывает, что человек находит эту методику. То есть, если вы здесь, вполне возможно, что вы уже искали какой-то способ восстановить себе зрение. И вот пять человек, как минимум, уже даже видели слово Бейтс, и даже вот двое попробовали. Но раз вы здесь, скорее всего, у вас не совсем это получилось. А почему же это происходит так? Мы сегодня об этом тоже поговорим. Чуть попозже. Когда я училась по книгам Бейтса, я испытывала большие трудности. Отсутствие пошаговой методики, наставника, как делать правильно приемы, что именно мне подходит. Не знала, по какому принципу, ритму, какой последовательности, по шаговой схеме работает этот метод. Все то же самое, как у вас, если вы уже пробовали, ну вот, но не получилось. Это вот поэтому. Потому что методика достаточно, если просто учиться, не по методике, а по методу. Бейтс был врачом, и он писал свои заметки, у него был журнал для врачей, чтобы рассказать, какие результаты он достигает, и почему. А вот самой пошаговой методики у него не было, и поэтому очень трудно самостоятельно что-либо там понять. И поэтому я создала методику пошаговую, в которой вам нужно будет всего лишь навсего делать то, чему я вас учу. Я вложила сюда свой десятилетний опыт научной разработки Бейтса и современные технологии. Все, что вам необходимо делать, это просто следовать той инструкции, которую я даю. А теперь давайте проведем небольшой тест на то, как вы себя ощущаете. Очень часто бывает так, что человек, имея плохое зрение, думает, что все, что он получает при плохом зрении, это всего лишь навсего то, что он не может уже книгу читать, допустим, без очков. Ну и плохо видно вдали лица друзей, и друзья обижаются. И не связывает свое плохое зрение вообще-то с плохим качеством жизни. И сейчас мы протестируем вас, вы сами себя протестируете, и вы увидите, насколько плохое зрение связано вообще с вашими жизненными обстоятельствами. Ну, конечно, есть такие вещи, которые вам и так понятны, например, все прекрасно знают, что если человек после 40 надел очки, то он выдал свой возраст. Да, это особенно актуально для женщин. Хотя очень часто мужчины тоже испытывают не совсем приятные ощущения, когда выдается их возраст. Итак, значит, мы сейчас себя протестируем. на то связываете ли вы плохое зрение с тем, что ощущаете еще. Работа. К концу дня компьютер и бумажная работа вас раздражают. Есть такое? Планируете работу на компьютере на утро, чтобы побыстрее справиться, пока нет усталости. К концу дня резко снижается производительность. Головные боли, давящее чувство в глазах. Часто путаете начертания букв или цифр. Волнуетесь из-за этого. Это часто бывает у бухгалтеров. Они очень волнуются по поводу того, что они какую-то циферку неправильно попутают. И поэтому они делают еще что-то, что еще более ухудшает зрение. Вам хотелось бы работать за компьютером быстрее. Часто отвлекаетесь от компьютера на перекуры, разговоры, разговоры по телефону. При разговоре по телефону не можете наблюдать, что делается вокруг. Жалуетесь на плохую память. Вот если есть это, уже можете сейчас написать в чате, что конкретно вы нашли из вот этого теста у себя, который, вполне возможно, вы не связывали с тем, что у вас плохое зрение. Вернее, не плохое, а слабое, ослабленное. Пишем в чате. Следующее. Жизненные проблемы, связанные с ухудшением зрения. Тест. Отношения. При разговоре вам трудно сохранять с человеком зрительный контакт. Чувствуете потребность отклониться назад при разговоре или немного отходите. После работы никаких общений вам уже не надо. Оставьте меня в покое. После работы еле себя сдерживаете, чтобы не послать всех. Разговоры о курсах повышения квалификации раздражают. Мне это некогда делать. Хотя вполне возможно, что вы стремитесь делать еще какую-то работу. Например, как бухгалтера часто берут несколько работ. Ну, не только бухгалтера. Но не можете. Из-за того, что чувствуете, что вам ваши глаза не позволят это сделать. Семья не любит с вами разговаривать в автомобиле. Да? Все водители, потому что вы очень злые. Все водители козлы. Права купили. Есть? Такое у вас ощущение. И если есть, тоже пишем. Вот есть это у меня. Координация движения и плохое зрение. Тест на координацию. Спускаться по лестнице вы не любите. Часто задеваете предметы. Вот как говорила одна моя курсантка, она говорит, все овои мои. Танец для вас это вальс медведя. В толпе у вас нарастает тревога. Все время контролируете, где выход. Носки, ботинок и туфель сбиты. Часто спотыкаетесь. Есть такое? Тоже пишем. Что вас больше всего напрягает? Что вы совершенно не связывались тем с ослабленным зрением. Есть? Вот это и называется качество жизни. А когда человек исправляет зрение, то у него эти все пункты уходят. Вот я, например, перед тем, как исправить зрение. Постоянно жаловалась на плохую память. Да. У меня было такое слово. Ну что же я опять забыла? И это я забыла, и это. А сейчас, последние, наверное, уже восемь лет у меня в лексиконе слова нет такого, что я что-то забыла. Я помню все. Даже всех своих курсантов. И даже помню, что у них есть. Какая была проблема. В первую очередь, у человека с ослабленным зрением ухудшается память. Потому что информацию, которую получает ваш мозг, и ее нужно обработать, она всегда искажена. И поэтому он тратит очень много усилий на то, чтобы ее обработать правильно. А усилие это есть потребление, лишнее потребление энергии. Откуда он ее берет? Это с других органов. И в первую очередь ухудшается память. А вот при восстановлении зрения память улучшается. Кстати, еще есть одна проблема, которую тоже вполне возможно вы не связываете с плохим зрением. Хотя частично может и связывать. Это головные боли. Особенно где-то вот на уровне бровей. вот у меня тоже была такая ситуация, когда вот головные боли раз в неделю вот обязательно появлялись. А сейчас я не могу даже вспомнить, ну когда последний раз была, ну может быть полгода, когда я ехала там в другой город, там долго в транспорте была. А так она меня не посещает. Все то же самое происходит с моими курсантами, когда они восстанавливают зрение. Вот вам еще один момент, который улучшается по мере улучшения зрения. Почему я это вам рассказываю? Да все для того, чтобы вы поняли, что хорошее зрение это не просто, то есть наоборот, плохое зрение это не просто очки, которые мешают. Это качество жизни. И поэтому чем быстрее вы займете своим зрением, тем проще будет восстановить. Потому что есть такое понятие, как точка невозврата. Это когда у человека так ухудшилось зрение, что помочь ему реально уже бывает затруднительно. Даже таким эффективным методом, как вот этот, как метод Бейтса и методика, которую я преподаю. Вот впечатляет. это именно то. Еще есть один момент, который люди тоже под не часто не связывают с плохим зрением. Многие не подозревают из вас, что вы вынуждены заниматься совсем не тем в жизни, к чему есть склонность. Ну, например, при плохом зрении, во-первых, спортивных достижений, в принципе, невозможно быть чемпионом при плохом зрении. И этому есть абсолютно объективные причины. Ну, во-первых, врачи могут запретить это делать, а во-вторых, человек с плохим зрением, он плохо видит, что у него делается по бокам, что у него делается сзади, впереди, по бокам. То есть он имеет, у него широкого нет зрения, глубокого. Это все требуется в спорте. Вот. Потом, допустим, дальше. А поскольку человеку мало двигаться приходится, вы выбираете работу сидячую, например, с компьютером. Тем самым вы постоянно делаете какую-то однообразную работу зрительную и еще больше ухудшаете свое зрение. и ваши трудности нарастают. Если вы хотите узнать, как избавиться от всех этих неприятностей и жизненных проблем, есть ли какой-либо универсальный способ? Ответ мой простой. Есть множество приемов, которые помогают не потерять зрение, то есть профилактики. И нет лучшего способа исправить зрение, чем метод Бейтса, которому я обучаю. И я вам это докажу. А сейчас давайте я вам покажу один прием, благодаря которому прямо сейчас вполне возможно кто-то из вас, пусть ненадолго, пусть на мгновение, но увидит лучше. К тому же сейчас кто-то из вас после работы и поэтому этот прием будет кроме того, что я покажу как это работать, он этот прием вам еще и поможет снять напряжение дневное, которое вы испытывали, работая своими глазками, делая какую-то зрительную работу. Итак, этот прием называется ПАНИ. Кто-то из вас даже такое слово слышал. От английского слово английско-американское слово ладонь. Этот прием дал нам сам Бейс. Этот прием позволяет человеку снять напряжение с глаз и очень много еще у него других функций. Но об этом чуть позже. Сейчас давайте просто проделаем этот прием. Этот прием мы будем делать с закрытыми глазами. Для того, чтобы вам его сделать, сейчас вам необходимо найти у себя дома какой-то предмет в комнате. Или можете взять в руки книгу, если у вас, допустим, дальнозоркость. Посмотреть на него на том расстоянии, из которого вы видите его плохо. Видите? Ну, вот расплывается и вам хотелось бы видеть лучше. Запомните, на каком расстоянии, на какой предмет вы бросили взгляд. Потому что, когда мы откроем глаза, после этого вы опять туда посмотрите и увидите то, что увидите и напишите мне. Итак, сели в удобную позу. Локти поставили на впереди стоящий стол. Ну, если вы лежите, надо придется встать и сесть за стол. Либо как-то сядьте так, чтобы локти обязательно упирались на что-то упирались. Потерли ручки, сделали их вот так, потом сложили и надели себе на глаза. Локти поставили на стол. пристроили свои ручки так, чтобы ни один кван света не попал. Если свет не попадает, глаза закрыли. И сидим так и слушаем все, что я буду говорить. Откройте глаза только по моей команде. Итак, расслабили мышцы ног. расслабили мышцы бедер. Расслабили мышцы живота, груди, шеи. Расслабили носоглую складку, веки. Все ваше лицо отдыхает. А сейчас мысленно вспомнили или представили белую стену или экран. Внизу стоит бедро с черной красочкой и кисточкой. И вы сейчас мысленно будете закрашивать белую стену в черный цвет. Накладываю одну полосочку рядом с другой. Все более и более черную. Так как у черного цвета более чем 265 оттенков. Мы это проделаем не глазками, а мысленно. Мысленно. Итак, справа налево начинаем закрашивать нашу стену. Первая полосочка черная, вторая еще очернее, третья еще очернее, четвертая, пятая, шестая, седьмая. теперь слева направо еще раз закрашиваем эту же стену, чтобы она стала еще очернее. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Сверху вниз еще раз закрашиваем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. С правого верхнего угла в левый нижний еще раз закрашиваем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. С левого верхнего правого нижнего и еще раз проделываем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вся стена у нас закрашена в черный цвет. Мысленно отошли, подошли и поставили маленькую черную точку посередине. А сейчас вы отправитесь в путешествие в мир, где все хорошо видят, имеют здоровые глаза, и вы тоже будете видеть хорошо, убрав очки и исправив зрение. Вспомните на минуту солнечный закат, синее небо, зеленую траву. Бирюзовое море, то особое ваше место, где вы чувствовали себя спокоен, счастливо. Ваше место покоя. Представьте, что вы видите перед собой воздушный шар. Вы влезаете в корзину шара с чувством полной безопасности. Шар медленно поднимается и направляется ваше место покоя. Вы опускаете в свое месте покоя, осматриваете его. Вы отчетливо видите каждую травинку, каждую песчинку. Вы видите все лучше и лучше. Белки ваших глаз быстро светлее, становятся ярко светлыми, как снег под лучами яркого солнца. Теперь вы знаете, что ваши глаза могут хорошо видеть. Очки им очень мешают, и вы понимаете всю ценность глаз для вас и то, что вся красота мира теперь будет открыта для вас. С сегодняшнего дня вы начинаете свою заботу о своих глазах. С каждым днем вы будете видеть все лучше и лучше. Если узнаете, что для глаз хорошо и правильно, как исправить зрение, как помочь своим глазам, огромная, колоссальная энергия вливается в ваши глаза. Впереди ваша жизнь, долгая жизнь ваших глаз. Видеть это хорошо, но хорошо видеть лучше. Вы возвращаетесь в настоящее время и место, чувствуя себя все лучше и лучше. А сейчас, не открывая глаз, отняли руки от лица и сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох и на выдохе открыли глаза, поморгали, посмотрели и посмотрели на тот предмет, который вы запомнили перед тем, как закрыть глаза. Поморгали, посмотрели, поморгали, посмотрели. И, о чудо, кто-то из вас вполне возможно прямо сейчас увидел гораздо лучше. если это произошло, пишем плюсики. Можно по плюсикам, можно три плюсика. Да, если вы хотя бы сделали это на мгновение. так, так, вот, ставим плюсики, если мы увидели лучше. Кто увидел лучше, что это для вас означает? Это означает, что вы смогли за такой короткий период времени снять напряжение, что ваши глаза живые, что они видеть могут, но им нужно помочь. Кому не удалось увидеть сразу, это означает для вас, что вам не удалось, вам не удалось в данной минуту сосредоточиться на том, на чем я вас просила это сделать. во время этого маленького тренинга я вас просто учила сосредоточение, всего лишь навсего, я помогала вам сосредоточиться. Если вам это не удалось, значит удастся в следующий раз. Это будет обязательно. Да, не все делается с первого раза. А сейчас, поскольку я так понимаю, что мало кто знает это метод боится, то в таком случае вы, наверное, скорее всего еще забыли либо мало знаете о том, о причине плохого зрения. Как устроены наши глаза? Что значит видеть хорошо, а что значит видеть плохо? Потому что если мы не знаем причину, почему у нас ухудшается зрение, то что собственно говоря исправлять будем? А теперь давайте задаю я вам вопрос, давайте в чате работать интенсивно, чтобы я знала, что для вас интересно, а что нет. Значит, кто как определяет свою личную причину, почему у вас ухудшилось зрение? Вот как вы думаете, что с вами произошло, почему у вас ухудшилось зрение? Давайте напишите каждый из вас вот что вы думаете? Может быть кто-то из вас думает, что возраст, может быть кто-то думает, что вы делаете слишком много зрительной работы. Пишем кто думает как о своем зрении, почему оно ухудшилось, почему же у вас ухудшается зрение? И куда оно кстати девается? Это очень важный момент знать. Ага, есть такой момент, у меня часто на курсе отбывают люди, у которых есть диабет. И сразу могу вам сказать, Наталья Николаевна, что при диабете можно исправить зрение. Я не хочу сказать, что до 100%, но то, что вы будете видеть лучше, это однозначно. Вот один из причин, на которые ссылаются 80% людей, которым около 40 и чуть старше. Они говорят о возрасте. Знаете, у меня был один курсант, когда он пошел к врачу в Тальмолову, и она сказала, что что же вы хотели в свои 40 лет или там 50 лет, и вот вы хотели хорошо видеть? Нет, вы слишком старые для того, чтобы хорошо видеть. А он взял и задал ей вопрос. Говорит, скажите, а вот как такое получилось? У меня, говорит, один вас хорошо видит, а второй плохо. Что? Один молодым остался, второй постарел? Врач говорит, ну не знаю я вам, не знаю почему конкретно у вас ухудшилось зрение, но вы видеть хотите? Он говорит, да, вот вам очки, видишь, вижу, все, просто исчерпал. Поэтому не нужно ссылаться на возраст, и сегодня вы действительно узнаете, почему у человека ухудшается зрение, куда оно девается. А для того, чтобы вам рассказать это более понятно, я хочу привлечь ваше внимание буквально там на несколько, на 2-3 минуты, я вам расскажу об устройстве глаз, как работают глаза, когда они видят хорошо, а когда они видят плохо. Что происходит, куда девается ваше хорошее зрение. Вот перед вами картинка, на которой нарисована схема работы глазок. Так как же работают, как устроены наши глаза, и как работает зрительная система? Теорию о том, как работают наши глазки, выдвинул еще 150 лет назад немецкий физик Герман Генбольц. Он предположил, что наши глаза это своеобразный оптический прибор. Они имеют круглую форму. Впереди имеется отверстие. Внутри жидкий глаз, как шарик, а впереди имеется отверстие. Вот когда смотрите человеку, глаза видите посередине черное пятнышко, это и есть отверстие. Называется зрачок. А для того, чтобы чего-либо туда не попало, зрачок прикрыт таким протолговатым прозрачной пленочкой. Называется роговица. Далее с другой стороны зрачок прикрыт таким протолговатым телом. Называется хрусталик. Так как же человек видит? Лучи света отражаясь от какого-либо объекта, проходя сквозь прозрачную роговицу, зрачок, хрусталик. И для того, чтобы человек вообще что-либо увидел, лучи света должны пронизать полностью глаз и оказаться на внутренней стороне нашего глазика, где у нас находится аналог фотопленки, так называемая светочувствительная сетчатка. Это от нее зависит, будет ли человек видеть вообще. Если с ней что-либо случится, любой свет человеку до лампочки. И если так не просто попасть в лучи света, должны на сетчатку сконцентрироваться, сфокусироваться в точку. Точка называется желтое пятно сетчатки или макула. Там у нас находится самое большое количество светочувствительных клеток. И если это будет происходить, то вы видеть будете, вне зависимости от того, сколько вам лет, 3 или 93. Но мы же не смотрим постоянно на одно и то же расстояние. То на 50 сантиметров, то на 500 бросаем взгляд и хотим видеть везде идеально. Вот кто работал с фотоаппаратом, тот знает, что есть в фотоаппарате для того, чтобы мы сделали хороший снимок и вблизи, и вдали. Кто знает? Можете написать. Но для тех, кто не знает, кто уже забыл, там есть объектив. Помните, нажал на кнопочку, выехал объектив, нажал, он ехал. А в этом объективе находится дополнительная линзочка. она то приближается, то удаляется. И таким образом получаются хорошие снимки с любого расстояния. Так вот, для того, чтобы мы тоже видели, а это зрительная система, это оптическая система, у нас что-то должно двигаться. Оказывается, у нас движется хрусталик и у нас движется глаз. Он вытягивается для того, чтобы посмотреть вблизи и воплощается для того, чтобы посмотреть вдаль. И таких движений он делает до 150 раз в секунду. И если это будет происходить, то вы видеть будете. Но вот вы, к примеру, замечаете, что бегущую строку в телевизоре вы видите хорошо, но вот газету от себя надо отодвигать все дальше и дальше. Но обычно говорят, это не зрение плохое, это рука короткая, но пойти на ее удлинение мы не можем и поэтому идем к врачу и врач ставит диагноз. О, такая же дальнозоркость. А если вам около 40, скажет старческая дальнозоркость. И на ваш вопрос что произошло, врач назовет две причины. Первое. Хрусталик плохо движется, он должен выгинать спинку, он плохо выгинает, а глаз потерял круглую форму, уплощился, вот как на втором рисунке. А что произошло с оптической системой? А теперь лучи света, если бы доходили, концентрировались бы у затылка, а на сетчатке размытое пятно. Другой случай, когда читаете газету, вы хорошо и на нормальном расстоянии, все хорошо видите, но вот бегущая строка в телевизоре вам не видно. И тогда вам ставят диагноз близорукость. И врач назовет те же самые две причины. Хрусталик плохо выгинает спинку, по-научному называется намагия репракции, а глаз потерял круглую форму, удлинился, стал как огурец. А что произошло с оптической системой? А теперь лучи света концентрируются внутри глаза, а на сетчатке размытое врач скажет ну почему конкретно это произошло я не знаю но вы видеть хотите да вот вам очки. Видите, вижу, все, вопрос исчерпан. Конечно, если вы зададите вопрос, который ну наверное мало кто сейчас задает врачу очки исправят мне зрение, то вы услышите ответ нет. Если зрение ухудшилось, то можно только попробовать его остановить. А почему же? Но почему он так ответил? Второе. А теперь вы вспоминайте, когда вам первый раз выписали очки. Какая диоптрия там была? Кто помнит? Вполне возможно это было плюс один, минус один. а вот если вы минимум полгода носите допустим плюсовые очки, это из своей практики, потому что я постоянно веду очные курсы и зрение проверяю людей до того и после того, после курса на третий или на четвертый. Вот, так вот, знаю точно, что если человек надел, у него было плюс начало, надел очки, то через полгода, допустим, плюс один, то у него через полгода, но максимум через семь месяцев будет плюс три с половиной, плюс три с половиной. И что же получается? У вас и так проблема, вы плохо видите, вам выписали лекарство, оно ваше зрение ухудшило. А каким же образом оно ухудшило? А все очень просто. Внимание! Вам всегда выписывают очки только одной формы. К примеру, близорукому человеку выписывают очки вогнутой формы, а дальнозоркому выпуклой. И они предназначены у вас только для того, чтобы смотреть или вдаль, или вблизи. И Ерману Гельмгольцу, который первый предложил дополнительную линзу, научно обосновал, что так можно. В страшном сне не могло присниться, что человек через одну и ту же линзу, либо выгнутую, либо выпуклую, будет смотреть на различное расстояние, то есть полностью или частично разрушив свою оптическую систему. Поэтому чем быстрее вы избавитесь от очков, тем больше будет лучше, потому что с каждым днем разрушение оптической системы продолжается. Вы скажете, не, ну а что же делать? Ну, читать-то как-то надо и ходить по улице, и водить автомобиль, а другого чего-либо врачи не предлагают. Это неправда. методика есть. Это метод Бейс свою теорию разработал сто лет назад. Сто лет назад весь мир ей пользуется. Ну, конечно, в первую очередь пользуется для профилактики. А для улучшения зрения, для того, чтобы можно было использовать это, нужно разработать простую методику. Вот у нас мы энтузиасты, вот во всем мире, не так много нас, которые разрабатывают свои методики и даем возможность человеку избавиться от очков и видеть так хорошо, как в очках и даже лучше. Но вернемся к тому, к причине, почему же на самом деле кроме очков, когда человек еще не надевает очки, а часто вообще не надевает, а зрение у него плохое и ухудшается, что же на самом деле ведет к ухудшению зрения? Ну, как вы знаете, благодаря чему у нас в организме все движется? Правильно, мышцы. Этами мышцы двигают нашими глазками. Они вытягивают наш глазик для того, что как на третьей картинке, чтобы посмотрели вблизи, уплощают для того, чтобы посмотрели вдаль. Таких движений совершают до 150 раз в минуту. А близорукость происходит тогда, когда глаз вытянется для того, чтобы посмотреть вблизи, так и остается в таком напряженном состоянии, не меняя свою форму. А дальнозоркость наоборот. Ой, глаз уплощился, чтобы посмотреть вдаль, и так и остался в таком положении. То есть ваши глаза застревают в определенном положении и не делают движения. Не дают им это сделать мышцы. Сейчас я покажу следующую картинку, и вам еще станет понятно. А вот эта картинка... Так, лучше я сначала покажу вам еще одну. Потом к этой вернемся. Нет. Потом вернемся все-таки к вот этой давайте. Мышцы, которые двигают глазками, как вы сами понимаете, они сами по себе не движутся. У них есть руководящая система, и вы ее тоже прекрасно знаете. Это нервно-психическая система. Знаете, эту поговорку, что все болезни от нервов. Так вот, для глаз это не сто процентов, это тысяча процентов. Почему? Да потому что в головном мозге у нас два зрительных центра, и мы видим не глазами, а при помощи глаз. Так, ученые говорят, что глаза у нас это рука мозга, которую он вытащил в окошко, чтобы посмотреть, а что там делается. И у нас не зрение, а зрительная система. она включает глазки, мышцы и нервно-психическую систему. И если вы стали плохо верить, то сбой дала нервно-психическая система. Это с ней что-то произошло. Это она не руководит сейчас зрительной системой. Это она ответственна. И поэтому если мы хотим исправить зрение, нам надо работать с этой триадой. А не отдельно с глазками, отдельно с мышцами, отдельно с нервно-психической. Но начинать надо с нервно-психической системы, а к ней не доберешься. Вообще зрительную систему вообще трогать нельзя с точки зрения руками, лазерами и так далее. Потому что без повреждения это не проходит. Как только пытается человек что-то сделать, ну в первую очередь у нас сейчас врачи пытаются сделать что-то с глазами. То есть вот вытянутый глаз, поставить его на место они не могут, значит попробуем часть от него отрезать. Отрезали частично, да, чуть-чуть легче стало. Но отрезали неправильно, значит из близорукости превратится в дальнозоркость. И все равно это не на каждый день. Это постоянное ухудшение, постоянное изменение зрения. А методика Бейтса, она как раз направлена, чтобы взять и восстановить зрение комплексно. Именно так не со зрением, а со зрительной системой работать. Работать со зрительной системой. И тут возникает вопрос, ну так а как, где найти эту методику не только Бейтса, допустим, может быть кроме Бейтса кто-то еще дает методику восстановления зрительной системы. Ну вот, чтоб вам не скучно, а то может быть вы уже заснули от того, что я столько вам теории рассказываю. Давайте напишите в чате, какие методы восстановления зрительной системы, зрительной системы вы знаете. И какие вы сами, допустим, уже использовали. Что-то вполне возможно, вы сами что-то уже использовали. какие вы знаете, что вы сейчас находите на просторах интернета или где-то в газете, какие методы восстановления зрения предлагаются. Что вы знаете? Ну, во-первых, один метод вы знаете, он, конечно, не касается восстановления зрения, а только лишь улучшения видимости. Понятно, что это очки. да? Да. Какие еще методы из вас кто знает? Давайте пишем в чате. Пишем, пишем. Так, к сожалению, ну, да, то есть у Норбекова он себя тоже позиционирует как человек, который естественный метод предлагает. А кроме естественным методом, какие вы еще знаете. А знаете вы метод? Значит, ну, в принципе, сейчас существует всего три метода. Первый это очки либо линзы. Это практически одно и то же. Вот. И сейчас в моде так называемая лазерная коррекция. А какой же естественный способ, который предлагает ученый Бейтс? Все. Это вокруг вот этих трех способов и все крутится. А давайте мы сейчас сопоставим. А что каждый метод даст вам? Вот каждый метод, что вам даст? Какие у него у этих методов преимущества, а какие недостатки? сейчас я включу слайды. Сейчас мы разберем, что же у нас тут делается со всеми этими методами. Вот еще одна картиночка, что собственно говоря делается при методе Бейтса. Что восстанавливает метод Бейтс? Как работает? Метод Бейтс работает с глазами, мышцами и нервно-психической системой. В основе метода Бейтса лежит принцип исправления зрения с помощью простых приемов корректировки зрительной системы. Потому что человек имеет замечательную точняющую оптическую систему, но иногда она дает сбой, как вы уже теперь поняли. Тогда необходима корректировка. Собственно говоря, методика Бейтса это корректировка зрительной системы. А очки называют оптическими костылями. Вместо нашей родной зрительной системы работают костыли, тем самым разрушая с каждым днем собственную оптическую систему. Что дает очки это как костыли, а что дает лазерная коррекция? А лазерная коррекция всегда, всегда она идет с повреждением. Но у нее есть одно достоинство, на которое обычно человеку больше всего нравится. Но сначала давайте мы о недостатках поговорим. Вот недостатки очков и линз. Во-первых, зрение навсегда остается плохим. Правильно? Правильно. Самое худшее то, что постоянно ухудшается до полной слепоты. Появляются болезни глаз, о которых мы чуть позже скажем. Лаукома, катаракта, отслоение сетчатки. Во-первых, их неудобно носить, теряются, разбиваются, выдают возраст, появляются морщины. Не устраняют очки, астигматизм, даже при астигматизме их подобрать невозможно. Косоглазие, амблиопия. Глаза сильно устают, краснеют, пекут, очки натирают переносицу. Линзы. А линзы вносят инфекцию. Необходимость постоянно снимать, надевать, лазер глаза. И линзы, по-настоящему можно пользоваться линзами для тех, которые уже, ну вот, хотят использовать линзы. Они должны, они одноразовые. И я точно это знаю. Люди, у кого есть много денег, покупают одноразовые линзы. Они используют только утром надевают, вечером снимают. Что касается линз. Какие еще у линз недостатки? Линзы крайне опасны для здоровья. Линзы соприкасаются с глазами и могут вызвать раздражение. Их постоянное использование может превратить человека даже в инвалида. Микробный кератит, недостаток кислорода, гипоксия, язва роговицы, постоянная привязанность к врачу. Дорого. Они должны быть одноразовыми, как я уже сказала. Лазерная коррекция и операция преимущества. Могут на некоторое время избавить от очков, но только при близорукости. И только временно. Поставить на место, производя эстетический эффект глаза при косоглазии. То есть человекозрение не улучшается, подрезается мышца и глаза, которые смотрят косо, их ставят и человек как будто бы смотрит вперед. То есть производится чисто косметический эффект. Преимущества дальше. Да, лазером делается быстро, но период реабилитации очень длительный и привязанность к врачу постоянная и плюс теперь еще и привязанность к лекарствам. Метод Бейтса недостатки. Надо научиться пользоваться методом и самостоятельно корректировать зрение. Но ведь лень, мать всех пороков может одолеть. Ну, согласитесь? По книгам зрения не восстановить. Необходимы видеоуроки или тренер-консультант с большим опытом. После восстановления зрения резко улучшается память, проходят головные боли, мигрени. Для многих это неожиданно. Преимущество метода Бейтса устраняет все проблемы зрения близорокость, дальнозоркость, астегматизм, косоглазие, амбриопия, болезни глаз, глаукому, катаракту, отслоение сетчастки. Безопасен, без болезни, без побочных эффектов, легко и приятно выполнять, исправляет зрение до 100%, если вы этого захотите. Быстрый. Первый результат вы увидите на третий день. Без больниц врачей, без операций и лекарств. Недорого. Так что же вам выбрать? Давайте сопоставим ключевые данные исправления зрения. Исправление зрения и финансы. Очки и линзы постоянные затраты дорого. Не исправляют зрение. Без очков видимость плохая. Зрение ухудшается. Состояние глаз плохое. Лазерная коррекция операции. Ну, во-первых, риск повторных операций. Операция на двух глазах очень дорого. Не исправляет зрение, оперирует, повреждая глаза, временный эффект, риск полной потери зрения. После операции даже метод Бейтса не поможет. Поэтому те, кто подумает об операциях, то вы должны знать. После операции работать будет нищим. очень часто ко мне приходят люди и спрашивают можете вы мне помочь? Я говорю после операции а с чем работать? Просто ликтован вырезали, все порезали, как же теперь быть? Метод Бейтса один раз исправил и навсегда. Тешево. Зрение исправляет, глаза не повреждают, оздоравливает глаза, избавляет катаракты, глаукомы, отслоение сетчатки. Итак, вот те три метода, которые сейчас людям предлагают для того, чтобы человек видел лучше. Поэтому вы можете выбрать любой, но вы будете теперь знать и недостатки, и достоинства каждого из методов. Ну, а сейчас давайте я вам немножечко еще дам несколько приемов для профилактики хорошего зрения. То есть то, что вы уже сейчас можете использовать, потому что многие из вас еще будут думать, надо ли мне зрение или нет, что мне выиграть. Так часто бывает. И поэтому, чтобы вы вышли с моего вебинара с пользой, я вам дам несколько еще приемов для того, чтобы вы помогали своим глазам, не оставляли их без помощи. Ну, первый, конечно, мой совет, это если вы хотите, чтобы хотя бы зрение не ухудшалось, то как можно меньше используйте очки. Используйте их только для тех целей, для которых они предназначены. Если вам и писали очки для того, чтобы в них читать, то только в них и читайте. Если для того, чтобы вы смотрели вдаль, только смотрите вдаль. Вы скажете, а что делать, снимать, одевать? Да. Да, это гораздо лучше, чем приклеить глаза, линзы к глазам. Гораздо лучше. И вы поймете, чем меньше вы будете использовать, тем вы поймете, вы поймете очень быстро, что в конце концов вы можете своими глазами видеть. Вы сумеете приспособить свои глаза. Ко мне когда-то на курс пришла одна девушка, и она приходит, а были уже сумерки, и приходит на вот таких каблуках. Вот. Ну, я сначала посмотрела, ничего не сказала, а потом, когда она сказала, что у нее минус семь, и она без очков пришла, то даже я спросила, говорю, а вот как вы ходите? Вот, ведь уже сумерки, ведь можно спотыкнуться, вы еще не начинали курс. Знаете, я прочитала книгу, там было написано, что надо от очков избавляться и пользоваться ими как можно меньше. Я не смогла восстановить зрение, но я сейчас очками так мало пользуюсь, что я уже легко даже вот как-то вот, ну, иду, и легко ориентируюсь. То есть, если я хочу сказать, что обнадежить вас, даже то, что вы сейчас снимете очки и будете использовать их как можно меньше, вы очень быстро приучитесь к тому, что полагаться на себя, а не на очки. Кстати, вот это одна из проблем при исправлении зрения, когда люди ко мне приходят на пульс, они постоянно хотят хоть периодически использовать очки, некоторые, я по себе это знаю, у меня даже после трех месяцев, как я исправила зрение, постоянно рука оттянулась к тому, чтобы найти очки, вот смотрю в телевизор, и мне кажется, ну вот ту брожечку там бы вот я видела лучше, где мои очки, до тех пор, пока я не взяла и не выбросила их на мусорник. Все. А, кстати, у американских наших соратников вот по бейцу, у них, значит, такая, есть такой прием, в конце курса все бросают свои очки и топчат их ногами, разбивают, чтобы никогда ни у кого, боже, больше не было этих очков. Я несколько раз предлагала на своих курсах. Но вот наш народ немножко, ну, жалко, жалко, и спорить, бывает, оправа у человека по 300 долларов. Вот, кстати, те, у кого оправа очень дорогая, вот они очень быстро избавляются, говорят, да ладно. Ну вот, а тут кто, так бывает. Дальше. Как вам работать с компьютером? Вы сейчас все используете компьютер. И, конечно, конечно же вы неправильно с ним работаете с точки зрения зрительной нагрузки использования своих глаз. Первый закон глаз это движение. Наши глаза видят только тогда хорошо, когда они постоянно находятся в движении. Как только мы пробуем что-то достать, ну, вот, допустим, смотрите на ценник и он вам не видит. Что вы обычно делаете? прищуриваете, жмуритесь, в это время вы меняете, вы глаз меняете форму не в ту сторону. Раз. Второе. Вы пробуете как бы как просверлить дырочку в этом ценнике, то есть тщательно так смотрите, так пристально, и у вас все расплывается. Вот так смотреть нельзя. А как смотреть? А смотреть, посмотрите сначала на продавщицу, потом быстро переведите взгляд на ценник, потом обойдите, посмотрите на тот предмет, который, то есть походите взглядом вокруг, а потом периодически бросая взгляд на то место, которое вы хотите увидеть четче. и вы увидите четче. Вполне возможно. А вполне возможно первое время и не увидите, не пугайтесь, начните хоть что-то делать правильно. Дальше. Как работать с компьютером? Ну, вот вы сейчас на меня смотрите, да, и смотрите вполне возможно, тоже пристально, рассматривая меня, смотрите, что я там так тщательно говорю, показываю, вдруг что-то пропустить. Не волнуйтесь. Для того, чтобы все видеть меня и слышать прекрасно, переводите периодически взгляд с монитора, допустим, за монитор, на свои ручки, на один уголок монитора, на второй монитор. То есть глазки постоянно переводите. То на клавиатуру бросайте взгляд на различные расстояния. Не играет роли на какое? Вот чуть-чуть снимите. Как только вы переводите взгляд, вы снимаете напряжение. И вы не присматриваете, значит, напряжение снято, глазки начали двигаться и вполне возможно, вы увидите лучше. Еще. Вам надо научиться как можно чаще моргать. Во время моргания происходит снятие напряжения с мышц, которые держат ваш хрусталик. А хрусталик очень часто бывает так, что в нем появляются, с него плохо выводятся шлаки. Это обычно происходит с людьми, которые плохо видят. Никогда не появляются какие-то мушки, какие-то мёбы перед глазами у людей, которые хорошо видят. А что значит появление перед глазами каких-то объектов плавающих. А это означает, это вполне возможно означает, что к вам пришла незваная ось глаукома или катаракта. Давайте сейчас сами себя протестируйте. Скорее всего многие из вас у врача не были очень давно и не знаете, что у вас там с ласками происходит. Но вы хоть будете знать 10 признаков, которые обязательно нельзя пропустить, чтобы не было поздно. Итак, а потом мне напишите, что вы у себя нашли. Ну, вот утром, допустим, открыли веки, посмотрели на потолок, а на потолке летают мушки, амёбы, какие-то точки, туман стоит. Встаёте и очень долго не можете навести глаза на резкость. Посмотрели на ярко освещенную лампу, вокруг неё орёл. Часто бывает, что как будто бы песок в глазах, слёзы текут, слёз или слёз нет. 15 минут читаете, больше не можете, такое напряжение в глазах. Глаза постоянно краснеют, начинает как-то падать зрение боковое, то есть появляется зрение, что вы видите в основном только то, что у вас впереди, а вот по бокам как-то совершенно не замечаете, что находится. Вот такие небольшие признаки, которые вы у себя вполне возможно нашли и говорят о том, что или глаукома, или катаракта, или отслоение сетчатки у вас может быть, может и не быть, а может и быть. Признаки этих заболеваний, они почти все одинаковы. Эти заболевания называют тихим вором глаз. Почему? Да потому что вот если вы хоть что-то нашли у себя, пишите в чате, что нашли. Но ведь правда же, они вас сильно не беспокоят и болезненности нет. А вот когда придет беспокойство, то будет поздно. Зрение может потеряться в одном мгновении. И поэтому чем раньше вы начнете заниматься своим зрением, тем будет лучше, еще раз повторяю, ни глаукома, ни катаракта, чего-либо этого нет у человека с хорошим зрением. И катаракта, лаукома могут уйти при исправлении зрения. Я не хочу сказать, что эти болезни уйдут сразу. Нет. Нужен период. Период реабилитации. Но это того стоит. Да, зрение улучшается быстрее, но болезни уходят медленнее. Давайте напишем сейчас в чате, у кого есть, кому уже поставили диагноз лаукома, катаракта, отслоение сетчатки, прямо так и пишем. Или кто нашел признаки? Или кто нашел признаки? Лазерную коррекцию, смотря что... Так. Или кто-то нашел признаки? Пишем, я пока наблюдаю. Что вы у себя нашли? А дальше еще сделаем несколько упражнений. Так, неужели всем повезло и у вас нет еще каких-то признаков этих проблем с глазками? Если это так, я вас, конечно, поздравляю. Это просто чудесно. Все таки есть и поле, да, и поле зрения, плавающие частички, и слезятся глаза, а иногда бывает, что наоборот слез нет. Кстати, это одна из сейчас таких проблем, что человек приходится постоянно сидеть у компьютера с лекарствами. А сейчас давайте еще поработаем немножко. Я вам покажу один прием, который еще больше вам покажет, что у вас с глазками и что мы, собственно говоря, будем исправлять. Взяли ручку и тетрадку и нарисовали линию с точкой примерно 10 сантиметров с точкой посередине. А теперь поставили лист бумаги перед глазами, сосредоточили взгляд на точке, чуть-чуть отвели, чуть-чуть подвинули к себе и вдруг кто-то из вас заметил, что линия, была линия и одна точка превратилась в букву Х с пересечением в точки. Вот такой крест получился, косой крест. Еще раз смотрим не на линию, а на точку на линии. Отводим, подводим, моргаем. И вдруг вместо одной линии видим две. Можете нарисовать или сказать, что вы видите. Видите ли вы крест косой, либо вы видите букву Л, либо вас параллельные прямые. И я вам скажу, что это такое. Линия по отношению к вам горизонтально. Вот она линия, вот так. Вот видите, вот она нарисована и вот так. Делаем такие движения, пробуем найти место, где у вас появляется вот такая буква. Еще раз нарисовали, Павел, вот такую линию. Линия 10 сантиметров, на ней поставили точку и поднесли глазам лист бумаги и направили взгляд на линию, но в точку, то есть направили в точку, которая на линии. И попробовали отвести, подвести к себе ближе, дальше. Сначала, когда вы только начнете это упражнение, вы увидите одну линию, но вдруг она превратилась в две. Была одна, появилось две. Одна натуральная, а вторая виртуальная. То есть ее там нет, но вы ее видите. И она вот так крестом стоит. Вот, параллельно. А вы, для того, чтобы Павел у вас не параллельно было, вы попробуйте, вы попробуйте смотреть только в точку. Вот точка это направление вашего взгляда. Вам нужно смотреть в точку. Если у вас будет параллельно, потому что параллельно, если вот что бы вы ни делали, у вас не буква L появляется, а какая-то другая, а параллельные, это обычно происходит, когда один глаз практически не работает. при катаракте. Когда глаза есть, но работает один глаз, и тогда идут параллельные. Но при астигматизме, при любом, кроме если один глаз не закрыт, то есть, то вы что-то должны увидеть, что посмотрите внимательно, может быть, эти параллельные где-то там, 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 далеко, где-то там далеко уже соединяются. Может ближе, попробуйте поднести ближе к себе, может дальше, сделайте то ближе, дальше, и в конце концов вы что-то увидите, кроме параллельных, прямых. Не, но то, что вы ловите ямы за рулем, это понятно. Во-первых, это стигматизм, потому что у вас все двоится. И буковки, и все остальное у вас прерываются. только линию надо держать к себе концом, да. Надо желать, ну, можно и дальше, просто если вы, если вы, можно ближе, дальше смотреть. вот, тоже, одну линию. Ирина, для того, чтобы увидеть две, посмотрите, тут такой момент, вы смотрите в точку, если вы, вы должны увидеть две, вот как-то они будут идти, или пересечения, вот точка, я вам специально ставлю точку, это направление вашего взгляда, куда вы должны взгляд приклеить, моргая, в эту точку. если одна линия постояла, одна линия, это когда один глаз полностью закрыт. Вот, если вы, кто-то из вас, вот можете проксорить, закройте один глаз, вы не увидите уже двух параллель, вы не увидите никаких двух линий, не увидите, будет только одна. Если у вас одна линия, вы правильно делаете, просто смотрите, то у вас должна быть вторая, параллельная, или такая, или такая, или какая-то, но она должна быть. Татьяна, если она одна, вы смотрите одним глазком. Один глазик. Вот, закройте все и посмотрите, сразу будет одна. Как только открыли, будет две. Линия одна, точки две. Точки две. Ну, это может быть, что две параллельные линии так сильно друг к другу прилегли, что вы линии не видите, а точки две. А что это означает? А что это? А, да, вот буква Л, это абсолютно... О, начал меняться уголь, буква Л. Да. вот Павел, видите, что это означает? А это как раз и объясняет вам, что у вас происходит с вашим зрением. Для того, чтобы мы увидели объект один, при этом очень четко, то так, да, зрительная ось одного глаза поворачивается на тот объект и другая поворачивается на другу, на этот объект. И если они соединятся, это называется конвергенция, мы видеть будем идеально. В данном случае вы будете видеть крест. Вот кто видит крест, кто видит крест в этой точке? Если бы там вместо точки была буква, даже самая маленькая, вы бы ее увидели. А кто видит две точки, то значит, если бы там был шрифт, стояла бы буква, вы бы видели две буквы. А и А. Одна на вторую накладывается, и вы видите серенько, она смазывается. И буква нечеткая. Что дальше происходит? И поэтому восстановление зрения, это восстановление, на самом деле, это восстановление возможности ваших глаз совершать конвергенцию, то есть соединяться в каждой точке пространства. А у вас сейчас происходит такая картина. Если вы где-то хорошо, четко что-то видите, то в этом месте, где вы видите, у вас конвергенция есть, и там крест есть в любой точке пространства. А если вы не видите шрифт, к примеру, или не видите ценник, то там у вас линии не соединились. А что произошло? А произошло, допустим, одна линия легла, взяла эту точку, а вторая проскочила мимо. Мимо. Она ходит где угодно, но только не там, где вам надо. Но только не там, где вам надо. сейчас покажу. Видите, что происходит? Вот ваша близорукость, дальнозоркость, астигматизм, а вот это есть фокусировка. Вот так. Если ваши зрительные оси сойдутся на кончике карандаша, видеть будете. А если одна ось куда-то отклонится, вы будете видеть плохо. Но если вы в каких-то местах видите хорошо, а где-то плохо, это говорит, ваша система зрительная работает. Просто она вот тут работает, а тут нет. Знаете как? Тут читаю, тут селедку заворачиваю. То есть есть какой-то барьер, который вы не можете перепрыгнуть. Что это за барьер? Откуда он взялся? Это загадка. Но он есть. А наша задача его преодолеть. Можно это делать? Можно. Вся методика Бейтса рассчитана именно на тренировку зрительной системы. Это третий ее этап. После того, как... Это как, знаете, как запустить машину. Сначала, допустим, вы два года, у вас машина стоит в гараже. Вы пришли, сначала пыли издови, потом посмотрели, потом попробовали ее завести. Она не заводится. Вы бы сделали ей профилактику и завели на холостой ход. Вот она уже вроде бы как начинает, но вы еще боитесь на ней ездить. Вы ехали там, по двору поехали, поездили. Но чтобы ехать тысячу километров, куда вы собрались, то, скорее всего, вы не решитесь, потому что вы не знаете, выдержит или нет ваша машина. И вот методика Бейтс, она такая же точно пошаговая. Вот шаг первый. Это мы запускаем в работу ваши глаза. Шаг второй. Мы даем возможность восстановиться глазам и мышцам. И шаг третий. Мы начинаем калибровать зрительную систему на фокусировку. Вот. Вот это. Можно переступить хоть один шаг? Нет. 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 Методика должна быть пошаговая. И такую методику я вам предлагаю. Вот она сделана у меня именно таким образом. Именно таким образом она и сделана. Что я вам могу предлагаю? Что я вам предлагаю? Я предлагаю вам пройти у меня курс. И у меня к вам сейчас эксклюзивное предложение. Сейчас. Значит, что я сделала для людей, которые хотят исправить зрение? Я разработала очень много и видеотренажеров для калибровки зрения, и саму методику отшлифовала в течение 10 лет. И сейчас она у меня уже выстроена в портале. Портал, своеобразный портал хорошего зрения. Где у вас будет свой кабинет, где у вас будет пошаговая методика. День первый, день второй, неделя вторая, неделя третья. Что вам нужно делать? Как нужно делать? Что делать утром? Что вечером? Видно видео, показано, рассказано, как это все сделано. И к тому же, раньше моя методика была записана на видеодисках. И продавала я только видеодиски. А сейчас, в связи с тем, что я открываю портал, у меня к вам эксклюзивное предложение, пока он еще, так сказать, в тестовом режиме идет. Вы сегодня можете заказать и в течение трех дней оплатить, воспользовавшись именно вот этим предложением только три дня. Значит, вы можете заказать видеокурс. Это курс, записанный на 266 видео лекций. Методичка, специальные тренажерные таблицы. И к этому видеокурсу, который раньше продавался абсолютно отдельно, я дам вам допуск в этот портал на 10 дней. Плюс, для тех, которые серьезно относятся к своему зрению, а вы покажете это, потому что вы прямо сегодня хотите этим заняться. Вот, если вы серьезно относитесь, я проведу для вас индивидуальную скайп-консультацию. После того, как вы оплатите курс, вы должны написать мне, вы напишите по электронной почте о том, что просите доступ в портал, когда вы будете готовы, и просите меня провести с вас, вам отдельную консультацию, личную консультацию по скайпу. И это все будет входить в единую стоимость того, что вы приобретете. Что вы будете иметь? Как вы будете работать? Я вам сейчас рассказываю, что из себя представляет курс, какие у вас будут возможности, что вы приобретете в результате прохождения курса. Вы найдете и устраните причину, которая ухудшила ваше зрение. Обучитесь приемам, которые восстанавливают функциональную работу в глаз. Обучитесь принципам хорошего зрения. И далее сможете продолжить глазами. Овладеете зрительными приемами для того, чтобы использовать глаза во время работы с различными техническими приспособлениями, компьютерами, книгами, при вождении автомобиля. Вы также восстановите способность видеть одинаково двумя глазами, устраняя амбриопию. Видеть одинаково хорошо и вдаль, и вблизи. Это как настройка пенина или гитары, чтобы извлекать совершенные по красоте звуки. Какой же будет результат? Вы исправите зрение? Да. Сохраните? Да. Понятно? Да. Просто? Да. Не скучно? Нет. Много времени занимает. Методика рассчитана на то, что вам достаточно 15-10 минут в день, чтобы работать с глазами. Хотя в начале курса надо будет делать все приемы, работая с тренажерами 5-7 раз в день. Но всего по 5-7 минут. И не волнуйтесь. В любое время можно заниматься своими глазками и за компьютером, и во время прогулки, в транспорте, в дороге, перед телевизором, компьютером. Кому полезна моя методика? Для кого она создана? Для близоруки, дальнозорки, при астегматизме, косоглазии и даже при болезнях глаз, глаукоме, катаракте, отслоение, сетчатки. Так что идем исправлять зрение? Или вы опять собираете скачивать кучу книг, искать бесплатные курсы на торрентах, которые все равно не применяете на практике? Ведь задать свой вопрос наставнику не удается. Без наставника очень сложно. А я консультирую всех своих курсантов вне зависимости от того, что они у меня приобретают пожизненно. То есть вы всегда по электронной почте или скайпе можете задать мне свой вопрос и решить его оперативно. то, что я вам предлагаю, это готовая система, которая помогла и мне, и моим ученикам достигнуть феноменального зрения за очень короткий период времени. Моими курсами использовались более 20 тысяч людей. А сейчас, когда на выходе портал, где я предполагаю, что люди со всех стран мира, на всех языках он будет, то это будет то, что аналогов в мире нет. Потому что те видеотренажеры, которые я работала, два года над которыми работала, аналогов в мире им нет. Они значительно ускоряют способность, вашу способность восстановить именно зрительную систему, именно конвергенцию. То, над чем не работает практически никто. Очень многие те, которые слышали об этой методике, они слышали только одно единственное слово. Это какие-то упражнения для мышц глаз. Нет. Нет. И вы сейчас, когда вы делали этот прием с этой линией, вы убедились, ничего здесь не касается абсолютно мышц глаз. Этот прием, который я вам показала, настраивайте свои глаза. Это рабочий прием, как и все приемы, которые я вам до этого показала. Это и пальмин, и то, как работать с компьютером, и то, как работает движение глаз, правило, и даже этот тренажер, работа с этой линией, тоже является тренажер. Это все тренажеры. Почаще давайте отдых своим глазам. Пальминг можете делать два-три раза в день. Вы постепенно научитесь, постепенно вы себя поймете, как ваше зритель, как ваша нервная система устроена, почему она дает сбой. Мои курсанты иногда только к третьему дню понимают, а что с ними происходит, почему они постоянно у них глаза в напряжении, почему зрительная система не регулируется. И у вас все будет. Если вы, конечно, если вы самостоятельно пойдете этим путем, то будете идти методом проб и ошибок. Вот. А со мной вы могли бы гораздо это быстрее делать, гораздо быстрее, потому что вы пойдете по проторенной дорожке тех людей, которые давным-давно исправили себе зрение. Вы больше не будете спускать деньги, опустошать кошелек на пищевые добавки, лекарства, гадая, раздумывая. Вот оно чудо, лекарства. На различные диагностики. Кстати, очки солнцезащитные вам тоже больше не понадобятся, потому что они тоже вредны. Вы узнаете столько всего, как мои курсанты говорят, ну это же это противоречие, как это все понять, как это все так работает ваша зрительная система. Вы будете знать, что значит стереокартинка, как с ней работать, можно ли ее использовать и как ее использовать, чтобы видеть несколько картинок. Вы не будете больше копить деньги, главное, на операции, которые, кроме повреждения ваших глаз, вряд ли что делают. Как сказал один врач, операции без последствий не бывает. Если бы операциями могли спасать глаза, врачи бы себе и делали, но, к сожалению, они не делают, потому что они это прекрасно знают. Итак, пока вы еще думаете, хотите вы исправить свое зрение или нет, если у вас есть вопросы, на которые я еще не ответила, потому что я веду курс вебинара постоянно и знаю все ваши вопросы, то задавайте. Я сейчас отвечу на ваш конкретный вопрос. Воспользуйтесь пока возможностью задать мне все свои вопросы. Я вам все отвечу, как это все у вас работает и почему. вот, а то, что я вам предлагаю, вы, кстати, можете даже, конечно, вы хотите знать, а будете какая-то либо гарантия, что у вас получится. Я понимаю ваши сомнения, поэтому только сейчас даю вам гарантии, практика, результат, поддержка. Даже если вы в очках 10 и более лет, даже если у вас астегматизм и косоглазие, даже если вы не верите. Помните, я с чего начинала? А силе верить. Сначала лотерейный билет надо купить. Даже если вы терпели неудачу на других курсах и не смогли сами исправить зрение, даже если у вас нет времени, 100% гарантию практики результата. Поддержу вас как участника гарантированной результаты и улучшения. вы готовы выделить пару недель своей жизни, чтобы раз и навсегда избавиться от надоевших очков и линз, забыть о врачах, не копить деньги на лазеры, а компьютер стал для вас не монстром, а другом? Тогда ждите на кнопочку «Заказать» и заказывайте. В течение трех дней можете оплатить, а за это время вы можете у меня еще и спросить, если вам что-то непонятно. И вы получите, как сейчас модно говорить, два в одном флаконе. То есть вы получите запись видеокурса, специальную металличку, тренажерные таблицы, вход в портал и мою личную консультацию. Это даст вам возможность быстрее в десятки раз восстановить зрение, чем если вы пойдете сами пробираясь сквозь вот то, что абсолютно непонятно, как это все и где и почему это не работает. Вопросы есть? Отвечаю. Если минус 14, правильно я поняла, Вера? Минус 14. Ну, вот все нарушения зрения делятся на три категории врачами. Первая категория это слабое нарушение, среднее и сильное. Сильное это после минус семи. Раньше шесть половина, сейчас семи. У меня был человек, у которого было минус 18. До 100% он зрение не восстановил. Но проходил у меня очный курс по скайпу. вот и он на 10-й день это очный курс был, у него очки были минус 9. Потом я с ним постоянно поддерживаюсь, но у него была очень сильная проблема, у него еще при лазером хотели исправить лизорукость, повредили хрусталик и сетчатку. Пришлось удалить и сетчатку, приедалить хрусталик и сетчатку, то есть глаз фактически полностью был поврежден. Вот, и последнее время, когда я с ним разговаривала, это было, проходил он курс у меня полтора, два года назад, то он сказал, что очки у него примерно сейчас минус 8, но он почти их не надевает, он так хочет видеть, он не надевает, говорит, я как-то забросил опять заниматься, сейчас опять буду заниматься, поэтому поэтому тут главное для всех вас хочу сказать, главное не опоздать, когда от зрения минус 2 это одно, когда минус 14, то, что вы улучшите зрение, это однозначно, то, что вы спасете свои глаза от отслоения сетчатки, это однозначно, но насколько и когда и как у вас вера будет, я не знаю, потому что нарушение очень большое, но пробовать можно, хуже точно не будет, то, что будет лучше, однозначно, ну, насколько. Еще вопросы, вопросы, вопросы. Спасибо, вам также. Так, у кого еще есть вопросы? Если вопросов нет, значит, я очень хорошо прочитала вам то, что объяснила, как все, как работает ваша зрительная система и в чем ваши проблемы. Благодарю за внимание. Тогда можете отправляться на следующий вебинар. Но, конечно, вы устали, поэтому я рекомендую сделать еще один пальмер перед следующим вебинаром, чтобы сильно не напрягать свои глазки. Еще раз напоминаю о профилактике. Я вас покидаю. Благодарю за внимание еще раз. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok